Нехватка туалетной бумаги, это она кажется такой чудовищной для вашего поколения. В какой-то момент общество говорит «Уходите», власть говорит «Нет, мы не уйдем». Устойчивость на этих режимах к выходу огромных масс людей на улицы. Меня удивило, что даже риторика, она просто дословно совпадает. Венесуэла, в особенности Никараву, конечно, этот опыт переняли у нас. То, что отличает Россию, я бы так сказала, это имперские фантомные боли. Сложился, ну что ли, некий такой альянс диктаторов. Мы находимся в худшем, в более худшем положении, чем Венесуэла. Здравствуйте, это Саппора Ауде. Здесь мы обсуждаем самые острые вопросы современности вместе с лучшими экспертами. Меня зовут Артем Филатов. Сегодня поговорим про то, почему авторитарные лидеры не уходят, несмотря на массовые и, казалось бы, очень длительные протесты. И здесь большой материал для размышлений дает нам Латинская Америка. Материал тем более актуальный, что Москва сейчас так дружит с этими режимами. И с нами человек, который нам поможет во всем разобраться, это специалист по Латинской Америке, политолог, преподаватель Свободного университета Татьяна Ворожейкина. Татьяна Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте, Артем. Спасибо большое, что вы сегодня с нами. И вот ваш регион, Латинская Америка, дает нам какой-то впечатляющий пример того, как разные режимы удерживают власть, несмотря на очень массированные протесты и какие-то прямо невероятно тяжелые экономические условия, вплоть до нехватки туалетной бумаги, чего, конечно, мы представить себе, наверное, здесь пока не можем. Вот можно ли говорить, и на основании каких фактов мы можем говорить вот об этой новой устойчивости авторитарных режимов, если брать примеры из Латинской Америки? Нехватка туалетной бумаги, она кажется такой чудовищной для вашего поколения, для нашего, как это сказать, она вполне себе известная из прошлого ситуации. И обычно, скажу об этом тоже, до Латинской Америки это действительно символ, символ падения, так было после Сундинистской революции в Никарагуа, так вот в Венесуэле, да, это некий символ, но тем не менее это можно себе представить. Но если говорить серьезно, то в чем новизна вот этой вот новой устойчивости авторитарных режимов? В предыдущем цикле падения авторитаризма был совершенно четкий алгоритм, хотя он по-разному в разных странах осуществлялся. Ну, например, в Бразилии массовые выступления, мощное социальное и демократическое движение ведет к расколу в верхах, и верхи начинают тот или иной процесс трансформации. Так было в Бразилии в 85-м году после 21-го года диктатуры, так было в Аргентине в 83-м году после самой страшной в истории страны диктатуры, так, кстати, было в Чили. Иначе говоря, схема была такая, а массовое демократическое и социальное движение, вот это очень важно, что демократическое движение включает социальные требования, что это как бы два отряда, вот, условно говоря, трудящиеся и средние слои, это в самом грубом образом. Оно ведет к расколу в верхах, и режим, пытаясь устоять через репрессии, у него не получается, и начинаются процессы в том или ином виде демократической трансформации, потому что в трех ситуациях, которые назвала, они сугубо по-разному развивались. Что мы видим теперь? Мы видим Венесуэлу, где в 2014-м, в 2017-м, в 2014-м, в 2017-м, в 2019-м годах на улицы выходили десятки и сотни тысяч людей, а в 2017-м и в 2017-м году особенно это было 4 месяца. 4 месяца люди выходили из-за дня в день, были десятки и сотни убитых, и тем не менее это не привело к расколу верхов. То же самое можно сказать о Никарагуа, втором таком примере авторитаризма и диктатуры, когда в 2018-м году Артега пытается осуществить пенсионную реформу, выходят опять-таки десятки тысяч людей в этой маленькой стране, в ней всего 6,5-7 миллионов населения, и очень быстро эти протесты превращаются в требования отставки Артеги и требования политических свобод. И хотя он пенсионную реформу отменяет, тем не менее эти демонстрации продолжаются. Считается, хотя никто точных данных не может назвать, что в 2018-2019 годах Никарагуа в ходе протестов было убито порядка 400 человек. Тем не менее Артега, посадив этим летом всех своих политических противников, в том числе и собственные партии с Индинистского фронта национального освобождения, переизбираются вот на таких псевдовыборах в ноябре на новый срок президентом страны. И, конечно, здесь еще Куба. Это страна, в которой тоже, несмотря на то, что, казалось бы, все закатано под асфальт, но тоже произошел 11-17 июля мощнейший всплеск социального недовольства. В основных городах, он начался в небольшом городе, а потом мгновенно распространился на все города, связано это было с полным коллапсом системы здравоохранения, которой Куба всегда страшно гордилась и не зря гордилась. Тем не менее, в условиях ковида произошел коллапс. Соответственно, полная нехватка продуктов питания, медикаментов и всего вот в этой нищей, беспросветной жизни, и люди вышли на улицу. Эти демонстрации тоже были разогнаны, тоже участники подверглись репрессиям десятки людей, если не сотни были задержаны. В Латинской Америке не было примеров, чтобы диктатура разного типа могли устоять вот под таким давлением. Тем не менее, эти режимы сохраняются, и не происходит раскола в верхах, прежде всего потому, что это не только репрессивные режимы, но это режимы, опирающиеся на репрессивные структуры. Как раз я почему вспомнил про эту туалетную бумагу и Венесуэлу в самом начале, потому что были вот эти знаменитые кадры, когда военных награждали туалетной бумагой. И вот тут возникает вопрос, неужели вот такими подачками, простите, покупается лояльность силовых структур в Латинской Америке? Нет, совсем не такими. В Венесуэле еще при Чавесе, а затем при Мадуре, Чавес умер в 2013 году, а затем при Мадуре, соответственно, сложилась такая система, в которой приближенные к диктатуре предприниматели, а часть бюрократии, часть высших военных участвует в перераспределении пирога. Непочтительные венесуэльцы, как и все карибские, они очень, как сказать, любят издеваться, назвали это очень точным словом «болибургесия», «боливарианская буржуазия», поскольку это как бы социализм 21 века, а это вот его «боливарианская буржуазия». Более того, военные армия, прежде всего, распределяет в поселках нищеты, а это основная опора режима, распределяет продовольствие. То есть продовольствия нет, и вот продовольствие по карточкам, эти пакеты продовольственные, их распределяют военную. Представляете, какой здесь доступ к манипуляции в стране, где дефицит продовольствия. Это нефть, а доходы от нефти тоже. Это отнюдь не туалетная бумага. Это очень разветвленная система коррупции, которая позволяет режиму удерживаться на плаву, но я думаю, что не только в этом дело. Мы к деталям еще вернемся, Татьяна Евгеньевна. Я бы хотел, чтобы у нас более общая картинка тоже сформировалась. И вот я прочитал цикл ваших статей в «Новой газете», очень интересный цикл. И вот там я обратил внимание на ваш тезис о том, что и Китай, и страны Латинской Америки опровергают целый ряд вообще представлений о том, как взаимосвязаны в том числе экономический рост и демократия, возможность какого-то эволюционного развития режимов, что все это на латиноамериканском материале, скажем так, опровергается. Вот вы могли бы немножко больше это нам показать и объяснить? Вы знаете, это очень сложный и большой вопрос. То есть, если говорить об истории, когда впервые была применена вот эта вот неолиберальная экономическая трансформация, а в первый раз она была применена в Чили, при Пиночете, который приходит к власти в 1973 году и в середине 70-х годов начинается, собственно, вот эта неолиберальная трансформация экономики. Так, в чем она заключалась? Она заключалась, во-первых, к сведению до минимума государственного вмешательства, как прямого, так и регулирующего, а в частности в Чили, к началу 80-х годов было приватизировано все, за исключением самого главного, за исключением главного экспортного продукта – это меди. То есть, первый пункт – это приватизация последовательная и второе – либерализация. И это, в общем, ну не углубляясь, это единственный такой удачный пример, потому что рядом параллельно развивался крайне неудачный в Аргентине пример по тем же лекалам, но тем не менее, когда военный режим в 82-м году, прежде чем он вторгся на Мальвины, чтобы как-нибудь маленькой победоносной войной спасти ситуацию, журнал «Экономист» написал, экономика Аргентины, это было в марте 82-го года, война началась в апреле, экономика Аргентины находится в таком состоянии, как будто в стране только что произошла война, и вот война началась. То есть, Чили, тут опять-таки довольно длинно было бы говорить, в чем разница, но тем не менее, в Аргентине то же самое оказалось крайне неудачным. Но, отвечая на ваш вопрос, скажу так, что экономический либерализм на том этапе был обеспечен политическим авторитаризмом, военной диктатурой и, соответственно, социальным исключением. Чили надолго становится страной с одним из самых высоких уровней неравенства в Латинской Америке. На первом, как сказать, месте всегда находилась и до сих пор находится Бразилия, а вот Чили тогда была на втором месте, сейчас она, надо сказать, уже на одиннадцатом. Так вот, соответственно, в чем опровержение теории модернизации? Теория модернизации опирается на два основных постулата, что успешное экономическое развитие, базирующееся на рынке как главным регуляторами, невозможно в долгосрочной перспективе, без демократии. И, напротив, только демократия является условием для того, чтобы… Да, значит, невозможно без демократии. То есть демократия является условием. И второе, второй постулат заключается в том, что успешное рыночное экономическое развитие рано или поздно ведет к становлению демократии. То есть, если говорить о Латинской Америке, то вот это сочетание… Чили действительно единственная страна, где, казалось бы, теория модернизации работает. Вот была заплачена колоссальная цена в период пиночетовской диктатуры. Затем правительство Консортацион, левоцентрическое правительство стремилось не разбалансировать эту модель, смягчая ее последствия. Но люди выступили против этого открыто и против Конституции Пиночета, именно в которой все вот эти вещи, а именно частное владение основными публичными благами, образование, здравоохранение, социальное обеспечение, доступ к воде. Все это в Чили контролируется частными корпорациями. Это закреплено в пиночетской Конституции. И это привело, в общем, к полному политическому перевороту в стране. Во-первых, создано Конституционное собрание, которое вырабатывает новую Конституцию, был проведен референдум. И во-вторых, вот на выборах, которые состоялись в ноябре и декабре, победил левый кандидат. То есть произошло противостояние крайне левых и крайне правых. И весь этот центр, с одной стороны, как левоцентристы, социалисты, демохристиане, с другой, правые, которые сейчас у власти, они все стреском провалились. И на выборах Конституционное собрание, и на президентских выборах. И это показывает, да, что очень важно, что в особенности на первом, в ходе первого тура в избирательной кампании, вот победивший кандидат Габриэль Борич, его одной из главных атак его было именно правительство Конституцион, правительство социалистов и демохристиан за то, что они сохранили эту модель. Вот это такой непростой ответ. Я бы сейчас, наверное, о Китае не стала говорить, потому что это отдельный разговор. Но вот если говорить о Латинской Америке, то именно так. То, что практически единственный успешный случай, потому что Бразилия — это совсем другой случай. В Бразилии не было военные, не опирались ни на приватизацию, ни на либерализацию. Напротив, государство выступало фактически главным мотором авторитарной диктатуры в экономике, и экономика была в высшей степени закрытой. То есть Бразилия — это как бы типологически иной случай, хотя типология режимов была сходная. Вот. Поэтому вот так примерно я могу ответить. А если вообще оценивать эту ситуацию, когда в какой-то момент общество говорит «Уходите», власть говорит «Нет, мы не уйдем». Дальше те, кто вышли на улицу, их там бьют, сажают, разгоняют, кого-то выдавливают из страны. Эта картина, она сам по себе нам знакома. И это то, что нас, наверное, с Латинской Америкой роднит. Но все-таки в чем отличие ситуации в постсоветских автократиях от латиноамериканской ситуации? Как бы вы это описали? Вы знаете, в общем, я бы так сказала, гораздо больше сходства. Вы правы. То есть, если резюмировать сходство — это сплоченность репрессивных структур вокруг режима. Это относится и к России, и к Белоруссии, и к Казахстану. Это масштаб репрессий. В общем, не останавливаются ни перед чем. Вот это вот, конечно, потрясающе. И, наверное, я бы так сказала, устойчивость на этих режимах к выходу огромных масс людей на улице. И не только, скажем, мирных, как в России и Белоруссии. Но вот если говорить о Казахстане, я сугубо не специалист, но когда вот я все это смотрела, у меня разговоры о заговоре о том, что это какие-то боевики, вызывали большое сомнение. Потому что ровно такие же люди — жители предместий, жители поселков нищеты вокруг Алма-Аты, социально исключенные. Модель-то очень похожа в Казахстане. Это сырьевая модель, благо которой распределяются в достаточно ограниченном масштабе в обществе. Так вот, эти люди, которые вышли громить магазины, рестораны, я не знаю, в Чили это университеты, банки, потому что там тоже были погромы в девятнадцатом году. Это типологически те же самые люди. В чем отличие? Я бы сказала, отличие главное, если говорить о России и Белоруссии, это то, что люди не боятся. Вот массовые протесты против диктатур, везде молодежь, она выходит и она как бы идет до конца. Вот если говорить о Чили, хотя это, конечно, не авторитарный режим, но это было, так сказать, достаточно характерно. Это люди, которые родились в последние годы диктатуры или после нее, они не помнят страха, они не знают того страха, который давлел над их родителями и дедами, и поэтому вот они столь безоглядны. Я думаю, что вот тот генетический страх, который есть в постсоветских обществах, он каким-то образом давлеет память о том, какими могут быть репрессии, потому что, конечно, ни одна из стран Латинской Америки через тоталитарные режимы не прошла. Хотя многие авторитарные режимы по части зверств, пыток, исчезновений, они были вполне, конечно, сопоставимыми. А это все-таки память о репрессиях или это играет роль, или это просто такой темперамент, что в Латинской Америке люди заводятся быстрее, а у нас люди, так сказать, долго запрягают? Вы знаете, я не думаю, что это вопрос темперамента, хотя, конечно, различия есть, есть культурные различия. Я думаю, отчасти эта память генетическая о репрессиях работает, о том, что можно, условно говоря, недаром у нас все время фигурирует вопрос о 37-м годе. Но там тоже в каждой стране есть чего вспомнить. Но здесь есть какая-то загадка. Я бы так сказала. Вот когда начались беспорядки в Чили, значит, ну, соответственно, 4 цента, да, сколько это, мы бы и не заметили, да, в Москве. Вот. Там люди тоже с 7-го года там повысилась плата за проезд в долларом выражении в три раза. И люди тоже долгое время терпели. А потом вдруг это терпение кончилось. Вот с чего я, когда была в Чили первый раз в 93-м году, это было запуганное общество. Я помню, как я разговаривала с одной женщиной, когда она узнала, откуда я. Она говорит, мне страшно с вами разговаривать. То есть моего возраста женщина. То есть она боялась и, как бы сказать, но за это время, за эти 25 лет, с 93-го года, почти 30 лет, конечно, этот страх ушёл. И ушёл он именно в тех поколениях, которые протестуют. И это, знаете, ещё что? Это стремление защитить своё достоинство. Это лозунг достоинства, дегнидат, он везде. На Кубе, в Венесуэле, в Никарагуа. Люди везде говорят, мы люди, с нами так нельзя. Вот. Поэтому у меня нет прямого ответа, в чём отличие. Я не верю в то, что культурные различия здесь очень значимы. Есть исторические различия, есть, конечно, то, что отличает Россию, я бы так сказала. Это имперские фантомные боли. Вот всё, что связано с непреодолённым имперским прошлым, что российских граждан легко можно завести очередной судьбоносной победой, я не знаю, над Украиной, над Грузией или кем-то. Вот этого фактора в Латинской Америке нет. Его попытались использовать в Аргентине в 1982 году. Он действительно сработал, но после этого наступил такой крах, что как бы никакого позитива не осталось. То есть, скажем так, вот, например, тот же Мадуро в Венесуэле или любой другой лидер может там сколько угодно винить Америку, винить каких-нибудь своих противников, всё что угодно придумывать, но устроить какую-нибудь войнушку, рвать какую-то кусочку соседей, это вот абсолютно исключено, да, в Латинской Америке? Вы знаете, нет, я бы не сказала, что абсолютно исключено. На границе Колумбии и Венесуэлы идут постоянные столкновения. Там участвуют вооружённые силы Венесуэлы, вооружённые силы Колумбии и участвует колоссальное количество всяких полувоенных формирований, как левых, так и правых. Потому что Колумбия — это страна полувековой гражданской войны, которой вот было мирное соглашение, соответственно, в 1918 году, но до сих пор оно, так сказать, до конца не реализовалось. Есть левые, которые до сих пор воюют, и есть парамилитары, споры военные формирования, фактически это частные армии, которые им противостоят. И вот действительно там происходят страшные вещи. Такие вещи не исключены. И, скажем, в своё время диктатуры военные Чили и Аргентине пытались, фактически были на грани вооружённого конфликта вокруг месторождения нефтяных в проливе Бигль. Но там нет имперского прошлого. Хотя Бразилия называла себя весь XIX век империей, но вот этого имперского прошлого, его нету. Что это было наше, а теперь у нас это отобрали, и мы пытаемся восстановить. И какая бы власть ни была, это, как сказать, моя страна, и она в праведном гневе, значит, восстанавливает Российскую империю. Вот это, пожалуй, главное отличие, потому что и власть этим пользуется. Она перебивает какие-то подъёмы общественного протеста именно вот такими вещами. И так было в 2014 году после, соответственно, общественного протестного движения 2011-2012 года, потому что он был полностью убит именно вот этим вот патриотическим имперским подъёмом. Не знаю, страшно думать о том, возможно ли это сейчас. Что меня ещё поразило в одной из ваших статей, вы там пишете про Никарагуа, про режим Артеги, Даниила Артеги, и вот там масштабные репрессии против оппозиции, против журналистов, просто как-то вот совпадают и хронологически даже, и по методам с российскими примерами. То есть там тоже какие-то, я так понимаю, иностранные агенты, какие-то такие вот нежелательные организации. И вот очень даже, то есть, что меня удивило, что даже риторика, она просто дословно совпадает. Ну, а чему тут удивляться, как бы сказать? Если вы эту статью видели, там есть, конечно, и специфика местная, временами, вот в особенности всё, что касается супруги Артеги, Росарио Мурили, это вообще чистый Маркис. Вот, я имею в виду Габриэля Гарсия Маркиса. Но в основе своей, ведь никто ничего нового не придумал. Значит, кто виноват? Внешний враг. Хотя надо сказать, что Никарагуа отличается и от Кубы, и от Венесуэлы гораздо более, ну, несравненно лучшим экономическим положением. Реально это такая типичная центрально-американская диктатура, которая подкармливает верный ей предпринимательский класс, вот, не трогает его, и в этом смысле это сильно отличается от Венесуэлы, а тем более от Кубы. Но когда рано или поздно власть начинает, аппетиты власти растут, аппетиты властных семей растут, у Артеги, как это, с его женой вместе 9 человек детей, 8, скажем, потому что одна в оппозиции, старшая дочь. Тем не менее, как это сказать, они начинают претендовать на самые лакомые куски в экономике. Это нам тоже знакомо, как на протяжении путинского правления наиболее прибыльные экономические активы перешли под контроль, скажем так, очень узкого круга близких к Путину людей, его друзей, как мы сейчас видим по расследованиям Навального, родственников и так далее. Вот, то же самое, как это сказать, с центрально-американским колоритом происходит, конечно, в Никарагу. Происходит на Кубе. Я упоминала семью Рауля Кастро, которая действительно контролирует очень важные экономические активы. Поэтому о пряниках сладких, как говорила Куджава, всегда не хватает на всех. И начинаются конфликты, и, как правило, люди, связанные с карательными, репрессивными структурами, у них мозги совсем не так устроены, чтобы вести эффективный бизнес. Что-то отжать они могут, а вот дальше плохо. И дальше начинаются проблемы, потому что неспроста была затеяна эта реформа пенсионная, потому что решили, что... Ну, просто потому что напряжение государственного бюджета рождает инфляционные тенденции. Кто виноват? Виноваты Соединенные Штаты. Благо, они исторически во многом виноваты. Никарагуа и Куба были ареной вторжений американских неоднократно на протяжении 19-го и 20-го века. Так что это такой враг исторический, и тут особенно придумывать ничего не нужно. И, соответственно, кто виноват? Журналисты виноваты, которые говорят неправильные вещи. А уже, что касается иностранных агентов, то это, конечно, наше ноу-хау. И Венесуэла, и Куба... Нет, ну, Куба тут просто никого и не было, а вот Венесуэла, и в особенности Никарагуа, конечно, этот опыт переняли у нас. Потому что политически это режимы однотипные. Это режимы, главной целью которых является сохранение власти любой ценой. И в этом смысле их набор, как бы сказать, набор их инструментов, в том числе набор их пропагандистских инструментов, он вполне себе похож. А вот в таком случае считаете ли вы, что сложился, ну что ли, некий такой альянс диктаторов, когда там Лукашенко, Путин, Мадуро, я не знаю, Ортега, кто-то еще, да? Что вот они такой профсоюз образовали, и там обмениваются опытом. Ну, отчасти, наверное, да. Потому что, скажем, и Никарагуа, и Куба, и Венесуэла, и уже не говоря о Лукашенко, а Лукашенко в гораздо меньшей мере солидаризируются со всеми аннексионистскими движениями, совершаемые Российской Федерацией. Они признали аннексию Крыма, а Никарагуа и Куба признали Абхазию и Южную Осетию. То есть они здесь, что, конечно, дико, понимаете? Для человека, который знает историю культуры Латинской Америки, представить себе, что в этих странах, которые столько раз были объектами вторжений, а правительство от имени народа поддержит результат вторжения и аннексию, это немыслимо, непостижимо. Так вот, возвращаясь к вопросу о профсоюзе. Да, в определенной мере есть взаимная поддержка, есть политическая поддержка, все эксцессы, скажем, по части подавления массового протеста эти режимы поддерживают друг у друга, но есть, как я подозреваю, предел. Как вы, может быть, помните заявление Рябкова, заместителя министра иностранных дел Российской Федерации, о том, что вот если НАТО и Соединенные Штаты будут России угрожать, то мы разместим военные силы на Кубе и в Венесуэле. Конечно, на мой взгляд, заявление Рябкова было чистой фантастикой, таким типом шантажа американцев, но я сильно подозреваю, что при всем при том, ни та, ни другая сторона на размещение российских военных в этой ситуации не согласится. То есть у этого, как вы говорите, профсоюза есть пределы. Вот, да, политическая поддержка, да, поддержка репрессий, да, поставка вооружений, которая колоссальная в Венесуэлу происходила в предыдущем десятилетии, пока там были нефтяные деньги, да, но до определенного предела. Как сказать, дай бог, чтобы я не ошиблась в данном случае, но вот из всего того, что я читаю и узнаю, мне кажется, что на этот шаг они не пойдут. А с вашей точки зрения, вот автократии, они сохраняются, они устойчивы, именно потому, что они не боятся в крайней ситуации, в ситуации конфликта, применять силу, идти до конца именно, да, а общество в этот момент настроено на какую-то более мирную трансформацию, более такую спокойную, да, то есть избегает все-таки общество, получающее открытого конфликта, или какие-то тут происходят более сложные механизмы, и вот так вот как бы однозначно об этом говорить нельзя? Знаете, это сложный вопрос, на мой взгляд, на него нет однозначного ответа, потому что вот эта вот безудержная репрессивность, готовность идти в каждый данный момент до конца, она, конечно, обеспечивает краткосредственность срочное сохранение власти, но потому что люди, они не могут противостоять вооруженным, полицейским, не могут противостоять вот тем, как бы сказать, тетушкам, используя наши слова, на службе диктатуры, которая есть в Венесуэле, вот, а тем не менее, вот в этом, в этой готовности, как бы так сказать, предпочесть репрессии, кооптации, а все эти режимы все больше и больше рассчитывают на репрессии, все меньше и меньше на кооптацию. Соответственно, в этой ситуации, как это, как, это как Кащеева игла, в этом заключена их слабость, долгосрочная, хотя в каком, или даже среднесрочная, потому что общество, реакция в обществе, она, с одной стороны, конечно, страх, усталость, разочарование, вот как в Венесуэле, но люди выходят, выходят и выходят, и ничего не происходит. Конечно, это порождает большое разочарование, и люди начинают голосовать ногами, бежать в разные стороны, не только в Колумбию, но и на юг, скажем так, до Чили, даже правый кандидат обещал стену построить от венесуэльских беженцев. То есть, тем не менее, вот чувство оскорбленного достоинства, оно никуда не уходит. Мы это знаем и по России. Вторая часть вопроса, она тоже очень важная, это вопрос об обществе, потому что, скажем, часть общества, она настроена на мирные протесты. Вообще, всегда начало насильственных действий со стороны демонстрантов, вот как в Чили, например, провоцируют полицейское насилие, резиновые пули, которые вышибают людям глаза и так далее. И в Никарагуа, в общем, это были мирные протесты, которые просто подавляли. Скажем, есть ситуации, это Белоруссия, мы видели, что там был принципиальный настрой на мирный протест и были большие дискуссии. Я слушала белорусских политологов, некоторые из них считали, что 16 августа власть лежала, когда вот это огромное количество людей вышло, несколько сотен тысяч в Минске и не было полиции совершенно, что надо было занимать здание и, так сказать, не допускать, использовать эту победу. Вот, просто я бы так сказала, это в Белоруссии вопрос открытый. Но вот эта ориентация на мирный протест в Белоруссии, в России, она, конечно, и, скажем, в некоторых странах Латинской Америки в том числе, где существует память о кровавых диктатурах, о гражданской войне. Я думаю, что в России вот эта тяготеющая сильная вещь о том, что, как бы, несмотря на то, что уже сто лет прошло, тем не менее в обществе сохраняется память о том, что такое гражданская война, к какому разрушению жизни она приводит, и поэтому, конечно, это людей сдерживает. Но я думаю, что и там, и там, и в Латинской Америке, и в постсоветских странах, и по Казахстану мы видели, есть часть населения, я бы так сказала, говоря латиноамериканским языком, это маргинальное население городов, городских окраин, которые, когда что-то начинается, они уже идут громить, бить и ломать, потому что это логика логика массовых беспорядков. И здесь переход очень тонкий. В России таких вот именно погромов мы не видели там со времен манежки 2005 года, наверное, да? Когда именно городское, вольное импульсирование населения выходит и все громит и бьет. Тогда это вот был футбольный погром, и это единственный, и это как бы к демократическим протестам не имело отношения. Все-таки что удивляет, когда смотришь со стороны на Латинскую Америку, что все-таки там эта оппозиция есть. И вы даже сказали, да, что у Артеги одна из дочек оппозиционерка, да, что совершенно невозможно представить в России существование, на данный момент невозможно, потому что мы знаем, что с этими фигурами произошло, да, существование легальных, крупных оппозиционных, масштабных оппозиционных фигур в одном поле, как бы, да, с властью. Да, между прочим, ну, что касается старшей дочери Росарио Мурилио, то там такая семейная история. Она его обвиняла в домогательствах и изнасиловании, а мать встала на его сторону. В общем, это был такой скандал, и она уехала. И она выступает против диктатуры, против. Но там есть и более серьезные, были, вернее, до этого года, когда их всех или изгнали из страны, или пересажали оппозиционные силы, как помимо сандинистского фронта национального освобождения, так и внутри него. Потому что вот подавление этих беспорядков из девяти... Дело в том, что когда сандинисты приходят в власти после крушения, вернее, после свержения, потому что это было вооруженное свержение диктатуры Самосы в июле 79-го года, там устанавливается коллективное руководство. Ортега был лишь одним из его членов. И из этих девятки сандинистской только двое поддержали Ортегу в его нынешней политической линии. А все остальные, ну там двое уже умерли, а все остальные выступили против. То есть там есть оппозиция и внутри сандинистского фронта. И в этом смысле гораздо более показательная страна – это Венесуэла. Вот в течение двадцати с лишним лет эту оппозицию сначала она была политически совершенно обескуражена, потому что надо отдать должное Чавесу, он все свои выборы и референдумы выигрывал честно. И это была колоссальная народная поддержка, которая объяснялась именно крушением, скажем так, экономической модели, крушением политической демократии, опиравшейся на экономическую модель, исключавшей половину населения из распределения благ и прежде всего нефтяных доходов. И вот тот взрыв социальный, который, собственно, Чавес возглавил, он, Чавес выигрывал выборы честно, и оппозиция была в полном, как бы сказать, в нокауте, вот, наверное, ближе всего ее назвать в нокауте. Затем она набирается сил, она договаривается, она выигрывает в пятнадцатом году выборы парламентские. И даже сейчас, несмотря на то, что все главные оппозиционные партии запрещены, и, как бы сказать, их руководство лишено политических прав чисто произвольным образом, тем не менее, вот сейчас в Венесуэле после переговоров между оппозицией и режимом в Мексике, которые в прошлом году ушли, соответственно, в сентябре состоялись региональные выборы, на которых, конечно, власть получила свои девятнадцать губернаторских постов, но три поста завоевала оппозиция. А еще вот вокруг одной истории, это очень интересная история, потому что в родном штате Чавеса, где правили все время его родственники, братья, дядья и кто угодно, в, соответственно, девятого января, а после того, как первые выборы были аннулированы Верховным трибуналом избирательным, выиграл представитель оппозиции. И это первый раз с 98-го года, когда штат Боринос возглавляет не член семьи Чавеса. Вот. Это я к чему все говорю? К тому, что даже вот в такой безнадежной ситуации, как венесуэльская оппозиция что-то может, она выживает. Я говорю, что все партии были как бы... Но и в Никарагуа, которая более тяжелая ситуация, и в особенности в Венесуэле разрешены избирательные коалиции, в отличие от Российской Федерации. Вот это очень важный момент. И в этом смысле, конечно, мы находимся в худшем, в более худшем положении, чем в Венесуэле, потому что у нас все политические каналы закрыты. Вот. Поэтому да, да. Вот там есть, за исключением Кубы, конечно. На Кубе тоже все политические каналы, они на протяжении вот 60 лет, они все глухо... Их нету просто. Есть ли вообще какая-то надежда, связанная с тем, что общество может диктовать свои условия, что оно может побеждать, что вот какая-то несменяемая власть или какая-то власть кланов на протяжении очень долгого времени все-таки может сменяться? Или примеры, в том числе латиноамериканские, показывают, что вот у кого сила, тот и власть, и он на протяжении именно десятилетий, не лет, а десятилетий, будет находить все самые-самые разные способы либо контроля, такого light более-менее, либо просто подавления общества? На этот вопрос, конечно, тоже нет однозначного ответа, потому что все зависит от, я бы сказала, длительности и характера диктатуры. И ее, я бы так сказала, ее истории. Если мы посмотрим на Кубу, то вот этот месседж кубинской революции, освободительный в высшей степени, который она несла в 60-е годы, в Латинской Америке. И не только в Латинской Америке. Не случайно, что и в Советском Союзе фигура, скажем, Фиделя Кастро была крайне популярна, потому что это воспринималось как обновление социализма. И до определенного момента это так и было. И, условно говоря, та праведность, та справедливость, которая содержалась в исходном послании кубинской революции, она длительное время эксплуатировалась. И в сочетании с полным контролем репрессии она привела вот к такому полному вырождению. К тому, что общество ни во что не верит. Во всех этих странах, включая Россию, с исключением, наверное, Белоруссии, это особый случай, государство, как системы публичных институтов или не существует, или очень слабо оно. На его месте существует система частной власти, опирающаяся на контроль над исполнительными структурами и репрессивным аппаратом, и на контроль тех же лиц над наиболее прибыльными сферами экономической активности. Вот в этой ситуации, конечно, задача общества, она еще более усложняется. И третий момент, я бы сказала, он оптимистический, как сохраняется и нарастается, и прорывается политический активизм, что его полностью задавить нельзя. И, соответственно, репрессии, они все больше и больше вот это чувство оскорбленного достоинства вызывают, хотя, конечно, они перемежаются чувством усталости, отчаяния, как сказать, одиночества людей, того, что, вот я думаю, что очень серьезным испытанием может быть начало в той или иной форме войны в Украине со стороны Российской Федерации. Вот сможет ли общество что-то здесь противопоставить, или оно будет лежать в нокауте, и это открытый вопрос. Я не знаю ответа на него. Но, тем не менее, я думаю, что вот та история, если говорить о России, та история формирования общественного активизма, теперь вот я была одна из первых, кто, когда все говорили, что гражданского общества нет, я говорила, что нет, оно есть. Теперь уже это как бы стало истиной. Вот, я, конечно, свою роль здесь ни в коей мере не преувеличу, но теперь уже все, более того, я тут столкнулась с тем, что люди считают, что в Российской Федерации гражданское общество сильнее, чем в Украине, что, на мой взгляд, сомнительно, но тем не менее. Вот. Так вот, вот эти, я датирую это выступлениями 2005 года против монетизации льгот. Вот с этого времени, за прошедшие уже 18 лет, опыт, приобретенный людьми, в противостоянии государственному произволу, бюрократическому произволу, он, конечно, частичен, он локален. Вот. А вот, условно говоря, 30-ти чилийских песо у нас не получается. У нас происходят такие мощные выбросы, как, например, в Хабаровске в 2020 году, или в Свердловске, или, вернее, в Екатеринбурге, или в Башкирии. Но, тем не менее, они локальны, и власть очень сильно смотрит на то, чтобы они не переросли. Я очень хорошо помню, потому что я выходила на эти демонстрации солидарности с Хабаровском, как там людей винтили мгновенно, вот, которые возле памятника Пушкину кормили голубей в полном смысле слова, вот, в прямом смысле слова, с кульками стояли, и их быстренько забирали. Поэтому вот тут, я не знаю, здесь нет ответа, но в качестве ответа я бы сказала так. В общем, ничего никогда не кончается. И даже если эти диктатуры существуют десятилетиями, а надо сказать, что опыт Центральной Америки показывает, что вот эти вот десятилетние традиционалистские диктатуры семейные, они, конечно, очень сильно ослабляют общество. Вот. И то обстоятельство, что в результате вооруженного свержения самых отвратительных диктатур, вот, я имею в виду в Никарагуа, пришло к власти почти то же самое, что, условно говоря, власть, пришедшая, свергнувшая диктатуру вооруженным путем начинает копировать ее. Это, так сказать, достаточно известная в истории закономерности. Тут о России очень можно много говорить. Вот. Это, конечно, очень мощный стимул для того, чтобы протест и демократическое движение носили мирный характер. Знаете, совсем последняя вещь, все-таки, я хочу у вас уточнить. все-таки, есть ли какой-то вопрос того, что, ну вот, есть огромные вот эти низы в Латинской Америке, огромные по численности, да, которые хотят очень простых вещей. И есть какая-то интеллигентская позиция, да, которая хочет более сложных вещей. И есть всегда такой же какой-то разрыв повесток и в России, о нем очень много говорят. Вот, существует ли в этом смысле ответственность оппозиции в том, что она должна как-то умудриться все-таки и до глубинного, что называется, народу достучаться? И, может быть, здесь есть вот как раз вот эта самая, так сказать, Кащеева игла? Да. Однозначно, да. На мой, и я, как сказать, здесь без всяких сомнений отвечаю на этот вопрос, потому что все успешные случаи демократизации в Латинской Америке, в Бразилии, если выйти за пределы Латинской Америки, в Чили, в Бразилии, в Испании, в Польше, они все основывались на включении социальных требований низов трудящихся, скажем так, социально исключенных, если говорить о Бразилии, в демократическую повестку. И это в Бразилии, скажем, носило символический характер, потому что два будущих президента, один, который возглавлял демократическое движение Фернандо Энрике Кордоза и Лула, Луис Игнатию Луо-де-Силла, который возглавлял социальные, условно говоря, профсоюзы, они объединились сознательно, потом они стали противниками политическими, демократии, но против диктатуры они объединились. И только включение социальных требований людей в демократическую повестку приносит успех. И Латинская Америка это большой кровью, вот это, скажем так, убеждение завоевала. Вот, я думаю, что это в равной мере относится и ко всем постсоветским странам, и к Российской Федерации. Да, это так. Центральный момент успеха антиавторитарной демократической трансформации, то есть включения социальных требований в политическую демократическую повестку. И мне кажется, что в России вот это такое либеральное высокомерие по отношению к требованиям низов, оно играет, в 90-е годы выработано, оно играет очень негативную роль, потому что все требования, скажем там, повышение пенсии, повышение зарплат, они считаются патерналистскими. То есть люди вот ориентируются на государство, а не на собственные усилия рынка. А почему, собственно, люди требуют от государства, которое они содержат за счет своих, может быть, и маленьких налогов, они требуют, чтобы государство выполняло свои обязательства. Это вполне себе нормальные требования. Никакого патернализма, на мой взгляд, здесь нет. Поэтому, на мой взгляд, это центральная вещь. И я думаю, что вот этот вот локальный характер, скажем так, Екатеринбург у нас здесь со своим парком и собором, а тут у нас этот самый в Уфе, в Башкирии, Шихан, соответственно, как он называется? Куштау? Забыла я. Куштау. Соответственно, здесь у нас, там, я не знаю, защита в Москве бульваров на Ленинском проспекте от безудержного строительства метро. Вот, включение всего этого в политическое, и, собственно, в этом направлении движения и шло. Вот, муниципальные выборы 17-го года в Москве, они, в общем, в этом направлении шли, когда победили именно политические люди, которые были носителями этой повестки. Вот, Юлия Галяевна, это олицетворение этого, но не одна она. Вот, не даром, что все это сейчас закрывают. Так что, вот, я думаю, что в этом вы совершенно правы. Это центральный вопрос. Татьяна Евгеньевна, спасибо вам большое и за премьеры, они такие вот со всего мира, да, получается, собраны, и за размышления. Это было очень интересно. Спасибо вам. Разговор с Татьяной Ворожейкиной показывает, на мой взгляд, как просто устроены авторитарные режимы по всему миру. Порой даже очень примитивно. Но кажется, что вот эта простота, она не объясняет того баланса сил, который позволяет этим режимам удерживаться длительное время. Ведь, например, в Латинской Америке происходят вещи, которые невозможно представить в России, в Беларуси. Вот эта инфляция в тысячи, десятки тысяч процентов. Нехватка самых простых вещей, включая туалетные бумаги. Огромные, вот такие масштабные отключения электричества. Кажется, что если бы у нас это стало нормой жизни, то власть бы сразу смели. Но этого там не происходит. При этом там есть то, чего нет здесь. Это случай, когда побеждает совершенно легально на свободных выборах или полусвободных выборах какая-то легальная оппозиция. В зачищенном постсоветском пространстве уже такие примеры отсутствуют. При этом и там, и там лидеры способны удержаться при помощи вполне определенного набора инструментов. Он изучен, понятен и не вызывает особых вопросов. Но главное, что вызывает вопросы после этого разговора, это именно ресурсы общества, его способность сопротивляться, его способность заявлять о своих правах и каким-то образом действовать так, чтобы эти действия приводили к конкретным результатам. Вот откуда эта способность берется, как она исчезает и как она может возникать вновь, это какой-то действительно очень интересный вопрос, о котором хочется думать дальше. И надеюсь, что сегодняшний разговор дал нам почву именно для таких размышлений. Наш канал Саппера Аудо посвящен именно таким острым и сложным неоднозначным вопросам, так что подписывайтесь и до скорой встречи. Меня зовут Артём Филатов, увидимся уже с новым экспертом очень скоро. Субтитры сделал DimaTorzok